Мы видим, антихрист будет закономерным следствием духовного состояния человечества. Нет смысла, послушайте, нет смысла высчитывать там конкретно какие-то там, как вот многие верующие в последние годы пытаются там пугать друг друга страшилками, вышками 5G и прочими, 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 прочими вещами. Когда мы видим признаки, основные признаки, глубинные признаки, которые характеризуют антихриста, это уже красный цвет, это уже некое предостережение для каждого из нас. Как вот Осипов и говорит, надо быть очень внимательным и осторожным. Осторожным, потому что антихрист привлечет на свою сторону большую часть человечества. Кнутом, пряником, кого-то через экономические блага будет покупать, покупать там правителей, политиков, журналистов, лобби всевозможное покупать себе. Других он будет запугивать, страх, гонение, потому что выступать будет опасно, смертельно опасно. Кого-то через обман, когда произойдет внутренняя дезориентация, как мы говорили, когда черное будет называть белым, а белое будут называть черным. И весь Новый Завет предупреждает нас, предупреждает нас, верующих об этой опасности. Может кто-то говорит, Виктор, ну когда, может быть, этот великий антихрист, он еще не скоро придет, мы еще не видим всего. Да, может быть, еще и не скоро, хотя кто знает. Но есть немало прототипов, которые, может быть, не в таком глобальном масштабе, но точно так же проводят волю дьявола, несут разорение, несут беды, несут кровопролитие, несут злобу. И они будут обольщать людей. И обольщает людей, в том числе и верующих, в том числе и христиан. И самое страшное, что люди, они не то, что будут как-то вот запуганы большинствами, а большинство будет, как написано, обмануты. То есть они даже не поймут опасности. Они будут сидеть в церквах, будут славить Господа, даже будут не понимать, что происходит в мире, что происходит в обществе. Вот такая каша будет в головах у огромного количества христиан. Кто-то будет запуган, у кого-то будут какие-то блага, ему посулят. И будет сведено с ума огромная часть нашего общества. Поэтому Священное Писание, оно и предупреждает нас об этом. Поэтому в книге Откровений, наверное, из-за чего многим, как и мне, тяжело было читать вот эту особенно серединную часть, потому что там плохо, очень плохо, вообще ужасно. И ты думаешь, ой, войны, какие-то там проблемы, боль, убийство святых, зверь, второй зверь, антихрист, лжепророк, там еще вавилонская блудница. Сколько всего? Зачем это написано? Читаешь, настроение портится. Но все это написано для нас, не чтобы испортить нам настроение. Думаешь, ой, не буду это читать, и книги такие не люблю, и проповеди такие мне не нравятся. Мне что-нибудь веселое надо, вот укрепить меня надо, вот утешить меня надо. Вот что мне надо, чтобы мне по голове погладили. Сказали, да молодец, все хорошо, не переживай. А Священное Писание, оно говорит, бодрствуй, потому что будет сложно, будет непросто, будет тяжело. И мы всегда думаем, ну это кому-то когда-то написано, но в наше-то время. А почему мы думаем, что наше поколение, оно избежит этого? Мы видим, нет, не избежит. Поэтому он и предупреждает нас, Иоанн пишет нам это, чтобы указать нам на правду, указать нам на истину. И вся книга Откровения, с одной стороны это предостережение, с другой стороны показано в этой книге, что в конце концов Иисус Христос совершит победу. И он одолеет и Антихриста, и уже Пророка. Да, будет сложно, да, будут непросто. И когда ты читаешь вот эти книги с этими словами, там, грех, беззаконие, антихрист, да, кажется, какое это имеет отношение к нашей современной жизни, где другие термины, компьютеры, там, программы, IT. А мы видим самое прямое отношение. Потому что словно ощущение, что мы живем на страницах истории сегодня с вами, многие вещи открываются в нашей жизни. И поэтому в этом Откровении Иоанн постоянно напоминает, что мы должны быть верными. Мы должны стоять за истину и стоять за конца, даже когда невыгодно, даже, возможно, когда страшно. Мы должны идти и стоять до конца. Иначе мы просто религиозная организация. Иначе мы никакая не церковь. Сколько было вот этих церквей, которые выродились по разным причинам, во всевозможные мертвые религиозные организации. Кому-то было невыгодно стоять за истину, там, кого-то запутали, кому-то было все равно, кого-то купили. Но когда мы стоим на истине, вот если вернемся ко второму фессалоникийцам, я еще раз прочитаю, второе фессалоникийцам, я еще раз прочитаю, вторая глава, апостол Павел говорит, восьмой стих, «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего». Все это написано не для того, чтобы запугать нас, не для того, чтобы у нас мурашки пошли там по коже, по телу, не для того, чтобы сегодня выпустили всяких много фильмов, где вот эта тема антихриста спекулируется, там какие-то страшные оманы, там рисуются всевозможные страшилки. Нет. Все будет казаться, как всегда, обычно. Но внутри зло, беззаконие, обман, подмена, ложь, обольщение. Поэтому апостолы и предупреждают нас, и говорят, что да, откроется беззаконник, но не нужно концентрироваться часто на этом. Концентрируйся на Боге, на Иисусе Христе. Не случайно все последнее время. Я постоянно говорил на одни и те же темы о личном познании Христа. Может быть, кто-то устал, говорит, пастор, да уже надоела эта тема. Одно и то же. Но послушайте, это единственное противоядие от того величайшего обольщения, которое откроется в последние времена. А последние времена, они будут тяжкими. И почему Антихрист сможет оболестить большую часть человечества? Почему? Что он будет такой хитрый-прихитрый? И мы не поймем, что это 666. Как-то он так хитро сделает, что ушел из церкви и через неделю уже оказался помеченным. Сам не понял, как. Не будет этого драгоценной. Не будет так. Коварство Антихриста будет в том, что в последние времена люди его примут не из-за того, что не заметят, а из-за того, что будут развращены. И говорит Павел об этом. Люди будут серебролюбивы. Помните, да? Вот смотрим в конце это место, да? Второй Тимофей, он пишет, третья глава. Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, а родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. Не нужно выискивать, вот, а что это вот означает, а что вот это означает, а вдруг я не пойму, а вдруг я случайно пропущу. Если ты хочешь не пропустить, если ты хочешь понять, если ты хочешь разобраться, Павел показывает, вот с чем нужно работать. Не выискивать там, что такое еще 666, какое-нибудь диковинное очередное толкование, а работай вот с самолюбием, сребролюбием, со своей гордостью, надменностью. Через это внутреннее мы расклеим, расклеение придет, и мы будем обмануты. Если надменное сердце, если гордость, нам так зайдут, вот когда гордость внутри, да, так зайдут горделивые речи Антихриста, когда ты полон амбиции, да, так зайдет вот эта хвалебная пропаганда Антихриста, когда внутри у тебя надменность, гордость, да, неблагодарность, нечестье, недружелюбие, непримирительные, клеветники, невоздержанные, жестокие. Вот, что помешает нам увидеть тьму, вот, что делает верующих слепыми, вот, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых ударяйся. Поэтому драгоценное, все Писание говорит, что победа будет одержана Господом. Он царь царей, и Господь господствующий совершит победу. Но перед его приходом будет непростое время, это говорит Писание. Я не буду сейчас брать эти темы, там, восхищение церкви, скорбь, половина скорби. Тут споров очень много между разными христианами. Я хотел бы вам сегодня суть показать, не тонуть в этих, в море всевозможных толкований, суть показать, на что люди будут пойманы антихристом, на что верующие будут пойманы антихристом. Если мы не работаем со своей жизнью, если мы духом не умерщвляем дела плотские, мы будем обмануты. Если мы не будем работать с гордостью, с жестокосердием, с невоздержанностью своей, с нечестием, с неблагодарностью своей, мы будем обмануты. Мы будем обмануты. Вот за что нас поймает тьма. Поэтому, драгоценное, так важно бодрствовать, живя в непростые времена, чтобы стоять на истине. Потому что, драгоценное, наша жизнь здесь на земле, она короткая. Но нас с вами ожидает вечность. И от того, насколько достойно мы пройдем свой короткий путь на земле, зависит наше вечное предназначение с вами. Можно приобрести весь мир, достигнуть легкой, удобной, комфортной жизни, бесконфликтной жизни, уберечься, так называемой, но душе своей повредить, заплатить за это своей вечной душой. Поэтому Новый Завет и говорит нам стоять в истине, быть верным истине, не сдаваться, быть трезвыми, бодрствовать, не сходить с ума, даже когда большинство людей сходят с ума, не терять здравость, не терять трезвость, когда большинство будет опьянены ложью, опьянены пропагандой, опьянены грехом. Мы с вами должны бодрствовать и трезвиться, драгоценные, и претерпевший же до конца спасется. Это благая весть. Она радостная. Она не оптимистичная такая. Она серьезная. Она реалистичная. Она показывает, что это будет очень сложно, будет непросто. Но она радостная, потому что Бог не допускает искушений, испытаний сверхсил на нас. Мы можем все это преодолеть. Главное, держаться. Нет такого обмана, который бы мы сами не напустили в свое сердце. Нас Антихрист не обманет, если мы сами не позволим Ему сделать это. А позволяем мы Ему сделать это, когда мы не работаем со своим сердцем, не работаем со своей душой. Поэтому, драгоценные, важно ходить с Богом, регулярно искать Его лица в молитве, работать со своим сердцем, работать со своим характером, и возлюбить Божью истину и правду больше всего. Вот тогда никто тебя не обманет, никто тебя не обольстит. И ты будешь жить здесь, на земле, с Богом, и после смерти пойдешь в жизнь с Богом на небесах. И каждый верующий да скажет. Аминь.